После удара стихии дворы микрорайона на Донской выглядят как в голливудском триллере. Эти девять автомобилей течением прибило на угол дома. Среди них и Тойота Сергея Юсипенко. Машины стягивала со всех парковок полностью. Вот Кию первую потащила. Здесь машины точно здесь стояли, на парковке. Их снесло первыми. Кия вот стоит сверху. Она собрала все остальные машины и затащила, получается. И пока люди боролись со стихией, в своих дворах бурные потоки воды неслись по проезжей части. К сожалению, без жертв ночью не обошлось. Погибла женщина. Следственными органами проводится проверка. Бурный поток был настолько сильный, что эти две машины принесло с соседнего двора и перевернуло. Уазик Валентина Аджиева уже не восстановить. А гараж нужно будет хорошо вычищать от ила и грязи. Таких, как он, здесь 15 семей. Автомобиль вы сами видите в каком состоянии? Его унесло, разбило. Гараж также затопило. В гараже был холодильник, там все плавало. Около 70 сантиметров воды было. Подтопило и первые этажи общежития на улице Чехова. Начало сначала сочиться из-под плинтусов. И как на «Титанике» начала набираться вода. Потом соседка звонит, Марина говорит, а у тебя вода просачивается? Я говорю, да. Я глядываюсь, она из-под двери поперла. По словам местных жителей, потоки воды неслись с улицы Новая Заря. Там большая парковка супермаркета за час ливня погрузилась в воду. Вместе с небольшим рынком. Платы, телефоны, ноутбуки все унесло, утонуло. Колонки. Все это. Ну, никто не знал, видите, что так произойдет. Ладно, вообще целиком не унесло. Досталось не только Данскую. На улице Цурупе подпорная стена рухнула. Селевой поток сошел ближе к полуночи. К счастью, жертв нет. Глава города лично контролирует, как устраняют последствия стихии. Для этой работы были сформированы 32 группы. Они уже обследовали порядка 250 домов. Главы районов с депутатским корпусом, со всеми общественными организациями, сделают подвору обход, чтобы мы четко понимали, где кому какая помощь нужна. В Сочи для пострадавших от непогоды работают горячие телефонные линии. На них могут обратиться жители и гости курорта. Специальные комиссии сейчас оценивают причиненный ливнем ущерб. Юлия Проценко, Александр Сорочан, Дмитрий Ханкуриди, Кубань-24, Сочи.